Четвертый завершающий день в Москве. На самом деле будет только половинка дня, потому что уезжаем мы в 5 часов вечера отсюда в Санкт-Петербург. В планах, как вы видите, сейчас мы на территории рядом с Кремлем. Попробуем зайти в Кремль, не уверен, что смогу это показать. Потом мы сходим в парк Горького. Это еще одно место, в которое я ходил когда-то раньше, и мне интересно посмотреть, как оно выглядит сейчас. Ну и по дороге посмотрим улицы центра Москвы. Последнее видео семидневной предновогодней поездки. Здесь главным образом смотрим Московский Кремль. По-моему, отличное место для завершения путешествия. Еще гуляем мимо храма Христа Спасителя в сторону парка Горького, а за ним смотрим площадь трех вокзалов, откуда успешно отбываем вечером того же дня, приехав домой. А потом я погружаюсь в долгую и увлекательную историю под названием «Обработать все видео». Как понимаете, этот этап уже тоже успешно завершен. Все та же Тверская улица. Это последняя прогулка в рамках поездки. Сюда мы сегодня уже не вернемся. Памятник Станиславскому и Немировичу Данченко, основателям МХАТа. Направляемся мы, как было заявлено, в сторону Кремля. До последнего момента я не был уверен, что туда в принципе можно попасть, как-никак правительственный объект. Вот мы идем мимо ярмарки и по Манежной площади ко входу в Кремль. У стен Кремля могила неизвестного солдата. Почетный караул по-прежнему несет свою службу. Аллея городов-героев. Написано туда «Не заходить, ноу-энтранс». Памятник архитектуры «Грот в Александровском саду». В память трехсотлетия воцарения дома Романовых. Это Тройская башня Кремля. Через нее мы чуть позже и войдем на территорию. Самая высокая из башен. А это знак бесполетной зоны. Напоминаю, что по идее вся Москва – одна сплошная бесполетная зона. А после мая 2022 разрешение получить проблематично. Скипнул примерно минут 40 видео, пока разбирались с билетами и маршрутами. Билетов есть несколько типов, с разным уровнем доступа. Мы брали самые дешевые, которые дают право входа на Соборную площадь, чего мне в принципе достаточно. Вход через Кутафью башню, потом по Тройскому мосту и к Тройской башне. Вход через КПП я, разумеется, не снимал, но КПП там есть. Выяснил, что на территорию Кремля не пускают с алкоголем. В сумке лежала бутылка, закрытая на стойке в качестве сувенира. Но уровнем ниже есть бесплатная камера хранения, где можно оставить запрещенку и мешающие передвижению вещи. Вот мы заходим на территорию Кремля. Я не нашел никаких правил, запрещающих здесь съемку, но в моментах, где сомневаюсь, буду блюрить. Например, агентов ФСО, которые иногда случайно попадали в кадр. Внутри вот так, довольно спокойно и гораздо тише, чем за пределами Кремля. Можно послушать куранты почти без фонового шума. Смотреть на Кремлевскую стену изнутри – это вообще интересный опыт. Известная многим понаслышке царь-пушка. Сама пушка отлита аж в 16 веке на основании идей Бориса Годунова. Потом в 19 веке доливали лафет и ядра. Самого своего основания – это музейный экспонат. Из нее никогда не стреляли. А там наша основная точка назначения – Соборная площадь, главное туристическое место и исторический центр Кремля. Перед тем, как мы проследуем туда, вот еще один объект, о котором вы наверняка слышали. Лето 1836 года. Да, это царь-колокол. Он отлит в 18 веке, в этом случае при Ане Иоанновне. Высота колокола больше 6 метров, а вес только представьте – 202 тонны. 202 тонны медиа. Только вот этот отколовшийся кусок весит 11,5 тонн. Откололся он во время пожара 1737 года. После того пожара колокол не могли поднять еще 103 года. Интересная, в общем, у него история. Царь-колокол слит в Кремле в 1733-1737 годах. Итак, идем на Соборную площадь. Здесь еще можно увидеть знак ограничения скорости до 30 километров. По территории то и дело ездят правительственные машины. На Соборной площади Кремля установлена главная елка страны. Елку установили буквально неделю назад. Новогоднее настроение здесь задает только она. К елке я сейчас вернусь, но перед этим нужно посмотреть ансамбль Соборной площади. Соборная площадь – композиция из шести зданий, в основном соборов. Площадь входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас я попробую рассказать, что где находится. Вовнутрь зданий не пойдем, так сразу и задумывалось. Смотрим только снаружи. Это Благовещенский собор конца 15 века. Именно это здание. Первые упоминания собора относятся к концу 13 века. На фоне Большой Кремлевский дворец. Это уже середина 19 века. Напротив – Архангельский собор, который мы, по сути, увидели первым. Он – начало 16 века. И в отличие от Благовещенского, построенного псковскими архитекторами, Архангельский построен итальянцем. Внутри, помимо прочего, находится некрополь русских царей. 56 захоронений – от Ивана Калиты до Петра II. Грановитая палата. Одно из старейших московских зданий. Конец 15 века. Там проводили торжественные обеды. Сооружена в 1487-1491 годах. Ничего себе, оно старое, конечно. Выглядит гораздо современнее, надо сказать. Я думал, что это вообще новострой, поэтому особого внимания при входе на это здание не обратил. А это здание прямо по курсу – Успенский собор. Он тоже второй половины 15 века и буквально лет на 20 старше остальных зданий. Но это древнейшее, полностью сохранившееся московское здание. Еще одна панорама соборной площади для понимания, что где находится. Ну и в каком месте нахожусь сейчас я. Чуть в глуби расположилась церковь Резоположения. Сооружена в 1484-1485 годах псковскими зодчими. И она действительно очень напоминает то, что мы смотрели во Пскове в конце августа 1922 года. Это красивое здание – Успенская звонница, колокольня Ивана Великого. Самое начало 16 века. Сейчас покажу еще несколько планов без комментариев. Постарался передать композицию и объем соборной площади. Это здание – Патриарший дворец, построен московскими мастерами в 17 веке. Потом пошли прогуляться по территории. Прикиньте, там можно ходить по территории, и никто ничего на это не говорит. На самом деле прошлись в сторону оружейной палаты вдоль Большого Кремлевского дворца. Это Боровицкая улица. По ней правительственные машины заезжают в Кремль. Здание соборной площади со стороны Боровицкой улицы. Территория Кремля находится на небольшом возвышении, и с некоторых мест можно посмотреть небольшую панораму Москвы. И возвращаемся на соборную площадь. Там еще вроде можно погулять по Кремлевскому скверу, но это не очень интересно, потому что зима. И опять же можно входить в сами соборы, но туда нужен билет другого типа и за другие деньги. К тому же снимать изнутри нельзя. Теперь направимся наружу и еще немного погуляем по Москве. Осталось буквально 4 часа до отправления в Петербург. Кутафья башня и Тройский мост. Еще раз напоследок. Хорошая случилась прогулка. Теперь я буду воспринимать Кремль немножко иначе и смотреть на него другими глазами, даже со стороны. Памятник Достоевскому. Молодой писатель читает поэму Пушкина. Ну что ж, опять в центре внимания Московские улицы. Библиотека имени Ленина. Проходили мимо нее в предыдущем видео. Дом Пашкова. Тоже вчера смотрели. И машины с мигалками. Тут мы развернулись в сторону Кремля, потому что там, на Боровицкой площади, перехода через дорогу как будто и нет. Заборы, оставшиеся со вчерашнего дня. Переход с забором. Боровицкая площадь. Всегда интересно постоять, понаблюдать. Эти муралы я вчера тоже показывал. Теперь мы пройдем между ними, на улице Волхонка. Очень старая улица, появившаяся еще в 14 веке. Здесь много старинных домов. Не 14, конечно, век, но очень интересно. Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Это здание вам наверняка знакомо. Это храм Христа Спасителя. Кафедральный собор построен и совсем недавно, в 90-х годах. Раньше на этом месте был бассейн Москва, а еще раньше тоже храм Христа Спасителя. Современный построен по образу исторического. Судя по фотографиям, они похожи настолько, будто ничего и не сносили. Находим здесь памятник Фридриху Энгельсу. Ну, это достаточно знаковая фигура для истории Российской империи. На историю СССР, в первую очередь, конечно. Но очень сильно повлиявший и на историю Российской империи, и на историю современной России. На московских автобусах и название маршрута пишут на экране, и сам маршрут тоже на светодиодном экране. Это прикольно. Будущее наступило. Идем по Остоженке. Лучше всего запомнил, что здесь в тот день было очень скользко. Прям так, как нигде еще. Но это нам особо не помешало смотреть местную архитектурную красоту. Пожалуй, даже помолчу за кадром. В отличие от самого центра, здесь до сих пор скользкие тротуары. Еще немножко подтекло, и подмерзло, видимо, опять. Короче, примерно как в апогее вчера до обеда было, так же и здесь сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Район Садового кольца. На него сейчас и выйдем. Перед нами Крымский мост. Это Крымский мост, очередной знаковый для меня объект. В принципе, весь сериал мы гуляем как раз по местам, которые сильнее всего запали мне в душу. Насколько все-таки со вчерашнего дня очистилась Москва-река? Если смотрели предыдущее видео, то там было видно, что лед шел по реке. Сейчас она, ну, чистая, можно сказать. Зимним серым днем это все, конечно, выглядит куда менее интересно, чем летом. Есть, например, такая фотография. Это лето 2017-го. Сейчас всего три часа, но уже темнеет. Такой почти петербургский зимний сумрак. Настроение разбавляет только та конструкция в виде елочной игрушки. Как раз в ту сторону и направляемся. Это переход под Крымским валом. Очень подходит находящемуся рядом музеону. Прикольно, слушайте. Мне кажется, вообще топовая идея разместить такую экспозицию в переходе. Тем более рядом со зданием Эрмитажа. Ну, это как экспозиция. Судя по ценникам, эти картины можно купить. Прикольно, конечно, сделали перед входом в парк культуры отдыха имени Горького. Жаль, что без снега. На фоне асфальта чуть грустнее, чем могло бы быть. Тем не менее, очень атмосферное место, большая фотозона. Вот я, честно говоря, не вижу особого смысла гулять по парку культуры и отдыха. Но мы зайдем метров на пять, чисто посмотрев, что сразу за входом. И развернемся в направлении уже поужинать и на вокзал. Там еще немного новогодних украшений в виде елок, на этот раз белых. И там поглубже в парк примерно то же самое. Так никакого кипиша сразу за входом нет. Если пойти через парк в ту сторону, то придете на Боробьевые горы, то место классное. Но классное, наверное, все-таки больше для летнего периода. Сейчас там делать, прятаясь что. Оттуда же можно посмотреть стадион и оттуда же выйти к МГУ. То есть, если бы мы приехали летом, то сюда, в парк, я бы, наверное, отправился в первую очередь. Но не сегодня. А сегодня мы отправляемся на вокзал. И через шесть часов с текущего момента мы будем уже дома в Санкт-Петербурге. Вот на такой позитивной ноте и в таком прекрасном месте и заканчивается наше семидневное путешествие. Последнее путешествие 2022 года. А в следующий раз, в следующий раз, это видео вы, скорее всего, увидите уже в 2023 году. Но следующее видео после этого, оно будет снято уже в Санкт-Петербурге. Как я и обещал, мы пойдем обозревать украшение к Новому году, как его сделали в Петербурге. Еще одна сцена с елочками у входа в парк Горького. Потом менее интересная сцена со стандартной зимней серостью. Буквально 100 метров гуляем до метро и заходим на станцию Октябрьская. Эти кадры сняты несколькими днями ранее, но там я их показать забыл. А тут проиллюстрирую, как московское метро выглядит изнутри. Так, отлично, мы доехали до вокзала, но до поезда у нас 2 часа примерно. Поэтому нужно найти способ отсюда пока что смотаться куда-нибудь. И мы пошли искать приличное место на поужинать, фиг знает куда на самом деле. Заодно посмотрели, что вокруг, собственно, площадь трех вокзалов, на которой я, кажется, оказался впервые. Чуть-чуть покажу без комментариев, не знаю, что тут комментировать. КОНЕЦ Эти кадры сняты уже в 5 часов вечера. С освещением окружение выглядит веселее. Но так, честно говоря, атмосфера пугающая. Хорошо, что первые впечатления от Москвы я получал не здесь. Наконец, нам пора уезжать домой и завершать это видео и это путешествие. Тут Ленинградский вокзал, куда население московского вокзала в Петербурге. А это наш Сапсан. Видео из поезда, разумеется, нет. Что там ночью можно было снять? Это, может, в Петербурге, где тоже случилось потепление и гололед на тротуарах. Но знаете, это уже был свой родной петербургский гололед. Как бы я не любил Москву, Петербург мне все-таки роднее. Мы, наконец-то, дома.